На прошлой неделе после сообщений об утечке радиации на японской АЭС в Китае началась солевая паника. Люди выстроились в длинные очереди за йодированной солью. Многие опасаются, что радиация из Японии может добраться до КНР, и надеются, что употребление йодированной соли поможет им обезопаситься от радиационного облучения. До некоторых также дошли слухи о том, что радиация может вызвать загрязнение океана, в результате чего производимая в будущем соль станет опасной для здоровья. После начала солевой паники китайские государственные СМИ пытались убедить общественность в том, что производство соли в будущем будет безопасным и что нет никакой надобности её запасать. Однако сообщениям СМИ в этой стране по привычке верят немногие. Житель Шанхая сообщил газете Epoch Times, что каждый раз, когда власти пытаются разубедить население Китая в чём-то, люди убеждены в противоположном. Массовые закупки по всей стране уже привели к тому, что соль исчезла с прилавков многих магазинов. Вместе с ней в дефиците оказались и такие продукты, как соевый соус. Журналист Чан Пин считает, что солевая паника вызвана тем, что люди привыкли надеяться только на себя. «Люди вынуждены спасаться самостоятельно, потому что они давно потеряли доверие к своему обществу. У них нет другого выбора, кроме как паниковать. Общество не обладает системой оповещения или системой для спасения людей в случае бедствий. Поэтому люди не доверяют ни правительству, ни созданным властями социальным структурам». Китайцев давно беспокоят проблемы с пищевой безопасностью в их стране. Здесь и отравленное меламином сухое молоко, и мясо с токсичными добавками. Частые угрозы здоровью и жизни людей привели к тому, что многие не верят, что власти КНР способны их защитить.